Промышленная площадка Северстали А дело было в административно-бытовом комплексе Кокса-Гладоминого производства Череповецкого медкомбината. Кто-то пришел послушать музыкантов специально, кто-то проходил мимо по рабочим делам и удивлялся. О перерывах между произведениями музыканты старались рассказать что-то интересное. Об инструментах, истории создания музыкальных шедевров. Что такое пиджиона? Пиджиона это был инструмент музыкальный, который был создан Шубертом совместно с одним своим приятником, музыкальным мастером, который представлял себе смесь виолончели и гитары. В составе нынешней музыкальной экспедиции и виолончели, и гитары, и скрипка с альтом, а также баян ударные на каждый город свой репертуар. К его подбору музыканты относятся очень трепетно. Здесь, как в спортзале, говорит автор проекта, нужен грамотный баланс. Если ты выйдешь и сыграешь программу очень легкую, ну ты сыграешь там только пиццолу, только какие-то обработки, какие-то миниатюры, ну в общем-то таком-то легком жанре. Ну да, будет как бы развлекательно. Или, например, ты придешь и сыграешь концептуально какие-то сложные, авангардные произведения, которые люди действительно сложные, не готовы, тем более на открытом воздухе, с микрофоном, с позвучкой, не в концертном зале, недостаточно сосредоточенная все-таки атмосфера, тоже будет перегиб туда. Нравится вам классика? Ну, не скажу, что в восторге от нее, но послушать можно, в принципе, бывают моменты, что классика, пожалуй, лучше, чем все остальные эти музыки. К проекту музыкальной экспедиции Вологодчина присоединилась в прошлом году. До этого музыканты путешествовали только по Владимирской области. В этом году организаторы экспедиции, а также Вологодская филармония и Министерство культуры договорились о расширении границ. На будущий год проект шагнет в республику Коми, Карелию и, разумеется, вновь при поддержке компании «Северсталь» приедет на Вологодчину. Когда мы выехали из Вологды и поехали в сторону Великого Устюга, и проехали и Тотьму, и Никольск, мы удивлялись, как это все так долго, далеко, и замечательная публика, и, конечно, потрясающая культурная составляющая, туристическая составляющая, о чем мы говорим, потому что, ну, Тотомская барокко, то, что мы, в принципе, не знали даже, мы не знали об этом. Мы увидели такие потрясающие образцы искусства и культурного наследия нашей страны, которым мы их даже не представляли. Ну, а в Череповце музыкальную экспедицию не первый раз поражает гигантское производство и люди, на которых оно держится. На будущий год музыкантов уже ждут в управлении транспорта. В прошлом году экспедиция состоялась в производстве стали, и мы получили невероятное количество откликов, и поэтому очень благодарны, что нашли снова поддержку на то, чтобы здесь провести очередной, второй уже концерт. Давать концерты на производстве было хорошей традицией в советское время. Здесь концерты шли в 6 утра и заканчивают 12 ночи. Я не помню, какое количество, но не 4 или не 4 тысячи концертов мы дали за время строительства Пятой Домной. Сейчас на Северсталь идут не менее значимые стройки. Третий дом на коксовой батарее и проект музыкальной экспедиции возобновляет старые традиции. Вера Кучеренко, Егор Плюснин, Новости.